Здравствуйте, мои дорогие! Давайте сегодня на колоде Таро спросим, как он видит вас и ваши с ним отношения. Итак, настроились на гадание, поехали! Карта у нас идет тройка Пентакли. Человек становится мастером своего дела. Видите, человек трудится, у него это получается хорошо, это все вокруг отмечают. И вас он тоже видит таким человеком, который добивается своих целей, идет к намеченным целям, добивается того, чего хотел. Настойчив, влиятельен. Человек, который может взяться за работу и выполнить ее очень хорошо. Возможно, вы таким человеком и являетесь. То есть вас, ваш мужчина видит как то, что вы помогаете другим. Очень творчески способный человек. Получаете удовольствие от работы. Что еще нам расскажет? Карта мага. Но здесь рассказывается, наверное, он. Здесь у нас выходит, если я спрашиваю, это он. Да, он говорит, это я. Он рассказывает о том, что он. Мужчина, ну, помогу, это шикарный мужчина, от которого действительно женщины не могут устоять, отказаться. Это мужчина достаточно видный, симпатичный. Как правило, мужчина, обладающий определенной харизмой, знающий себе цену, умеющий владеть всеми четырьмя стихиями, умеющий влиять на женщину, притягивать к себе женщину. Женщины тают в руках такого мужчину. Он знает, что он притягателен для женщины, поэтому он очень часто начинает манипулировать людьми. Манипулировать людьми. Он говорит, что относительно вас у него был какой-то обман, обман, предательство. Он как-то повел себя некрасиво, нечестно, так как вы не заслуживаете. Возможно, исчез из вашей жизни, какую-нибудь манипуляцию сделал и как раз-таки исчез из вашей жизни. По-тихому, да, не прощаясь. И сейчас он говорит, что по карте Ярофанта, это у нас верховный жрец Ярофан, да, карта священника, он говорит, что вы для него, он понимает, насколько вот значимый вы человек для него, в его жизни, понимаете. По карте Ярофанта, это же проходит и заключение союзов, браков. Он понимает, что вы не для легких отношений, что с вами нужно было выстраивать очень серьезные отношения. И его вот это вот манипуляторство, вот это какое-то ребячество, вот эти какие-то вот игрульки, это все к вам не подходит. Также по карте Ярофанта проходит то, что у вас было какое-то доверие к друг другу, а он, возможно, предал это доверие. Также по карте Ярофанта может проходить и разности, разности именно между вами. Возможно, кто-то из вас там старше, младше, больше жизненного опыта, меньше жизненного опыта. Может быть, вы, сейчас мы посмотрим еще по другим картам, но, может быть, вы являетесь иностранцами друг для друга, может быть, вы разговариваете на разных языках, может быть, вы живете на разных континентах, может быть, у вас разные вероисповедания. И здесь для него тоже как интересный такой необычный опыт в его жизни. Давайте еще посмотрим, что там. Шестерка Пентакли. Ну, здесь мужчина говорит, что вы ему в чем-то очень помогли, причем бескорыстно помогали, с открытой душой. Может быть, вы ему помогали в решении его каких-то там рабочих моментов. И он это осознает, он это понимает. Сейчас он говорит, что вы как-то закрылись от него, обороняетесь, и, может быть, даже вы его заблокировали. И эта ситуация ему очень тяжелая. Он не может спать по ночам, особенно в полнолунии. Он ходит, страдает, переживает, мучается, беспокоится мужчина. И если вам кажется, что это не происходит так, то это так происходит. Потому что он вас видит как закрытую, отстраненную от него женщину. Может быть, вы его вообще заблокировали, в бан поставили. А у него, между прочим, насчет вас очень много фантазии, мечет, желаний. Он видит вас, конечно, яркой, огненной, страстной, королевой жезлов. Вы для него проходите такой горячей штучкой, такая вот огненная, активная. Все успевает, все делает. Где-то несколько магическое. Видите, она тут с черной окошечкой сидит со своим мечом. Не мечом, у нее жезл, тут, да? Говорит, что у него есть к вам какое-то безумное дьявольское притяжение. У него безумная страсть. У него безумное желание быть с вами. Он даже сам удивляется, как это вообще в нем все это сочетается. У него, ему, говорит, безумная тяга, говорит, к ней. Тяга оказаться рядом. Он в... Ой, Анистор Шаркана. Да, и опять страсть и желание. Желание обладать вами. Желание быть рядом с вами. Желание контролировать вас. Здесь тоже это идет. И вы знаете, когда он много чего обдумал сейчас за последнее время, и он как-то пересмотрел и вот этот поменял несколько свой взгляд на мир, потому что если раньше ему казалось, ну, подумаешь, где-то там проверну какую-то шалость, что-то намудрю и побегу, да, то сейчас это ему доставляет, как-то совесть называется проснулась, да, сейчас ему это доставляет неприятности. Он вспоминает эти моменты, и он начинает нервничать. Он начинает об этом думать. А впоследствии это ему не дает спокойно спать, понимаете. Он начинает от этого просто вращаться и сходить с ума. Он не понимает, что... Что с ним вообще происходит. А с ним происходит перестройка его. Ну, некоторые называют это процесс взросления. Поздравляем, мальчик, вот ты и стал взрослый, да. С другой стороны, когда мы встречаем каких-то... Ну, вот мы в жизни в этой приходим, встречаем каких-то людей, получаем какие-то уроки от жизни и делаем определенные выводы. И эти уроки нас как раз-таки учат, дают нам какой-то опыт, какое-то взросление. И здесь он говорит, что с вами он тоже получил этот урок. Ему очень бы хотелось оказаться рядом с вами. Ему бы хотелось строить вместе с вами общий дом, иметь четыре угла. Посмотрите, это общий дом. Очень часто проходят свадьбы по этой карте. Ему хочет вот наклесниться, мчаться к вам навстречу, нестись, невзирая ни на что. Потому что сейчас по его... Ну да, ну да. Сейчас вот он пересмотрел и понял, что вы та самая женщина. Та женщина, которая способна его любить, которая способна дарить эту любовь ему. С той женщиной, с которой он чувствовал себя любимым мужчиной, нужным мужчиной. Ой, какая прелесть. У нас тут пара, смотрите, вышла. Вы друг на друга смотрите. Вы друг о друге думаете. У вас есть какая-то ментальная зависимость и связь. Вы любите друг друга. И сейчас он говорит о том, что я хочу тебе донести эту новость. Я устал, говорит, уже быть в отрешенном состоянии. Я хочу тебе сказать, говорит, что я очень сильно страдаю без тебя. Я устал быть в состоянии того, что мы находимся далеко друг от друга. Я хочу, чтобы мы были ближе. Я хочу, чтобы мы с тобой примирились и начали что-то все заново. Говорит, потому что у нас есть любовь. У нас есть желание быть вместе. У нас есть страсть. Говорит, и очень тяжело. Говорит, пора отпустить уже и простить все эти обманы, манипуляции. Говорит. Говорит, услышь меня, ты мое солнце в моей жизни. Ты зажигаешь меня и ведешь меня по этой жизни к новым мечтам, к новым моим начинаниям. Я хочу... Я мечтаю о тебе, вспоминаю о тебе. Я хочу быть с тобой. Ты та самая милая девочка, с которой мне хотелось бы... О которой я постоянно думаю, да. С которой мне хотелось быть в счастливом браке, в счастливых отношениях. С которой мне хотелось бы жить вместе, иметь общих детей. Иметь общую крышу над головой. Говорит, хватит пребывать в каком-то расставании. Говорит, скучать друг по другу. Страдать. Он... Вы для него женщина просто номер один. Понимаете, женщина, которая... Блистает. Светит ярко на этом небе. Говорит, и не только на небе, говорит. Я, говорит... У вас есть безумная связь друг с другом. У вас есть какая-то ментальная связь друг с другом. Он говорит, я хочу встречи, свидания. Так что для многих, очень для многих, этот расклад отыграется с тем, что здесь появится мужчина. Мужчина, который понял, что вас любит. Мужчина, который придет и скажет, что хватит уже вспоминать вот эту подлость, гадость, которую я совершил. Все вот эти вот мои игры, манипуляции. Давай, говорит, быть вместе. Давай, говорит, жить вместе. Давай строить вместе, потому что мы любим друг друга. Хватит, говорит, демонстрировать друг другу отрешенность, холодность, отстраненность. Говорит, давай сблизимся. Давай будем дарить друг другу солнце, насыщаться друг другом и быть вместе в счастливых отношениях. Для многих даже отношений, которые могут пойти по очень серьезному кругу и дойти до брака. желаю вам счастья здоровья всего доброго подписывайтесь на канал пока пока